здравствуйте дорогие друзья с вами снова александр кузнецов и сегодня я нахожусь на одном из наших объектов мы уже делали о нем видео и где-то здесь будут ссылки на эти видео ранее на нашем канале выходил видос про теплые стены и в комментариях разыгрались настоящие баталии кто-то писал что это полная чушь и компот кто-то утверждал что это хорошее решение и я считаю что это интересная система за ней большое будущее ну и много комментариев было на тему того что типа вы такие идиоты вы бы еще трубы на потолок закрепили или сделали теплые полы на потолке и вот именно сегодня я хочу рассказать о такой системе как можно сделать теплые полы на потолке и вот сейчас я покажу как это выглядит уже в готовом варианте здесь в помещении потолок вот такой сложной формы и на нем как раз размещены трубы системы обогрева и охлаждения помещения у меня есть товарищ который работает сейчас германии и сейчас вы увидите какую фигню они там лепят ребят что-то новому теплый потолок но с полипропиленовой трубой это типа как коллекторы сделаны вот она выглядит новый ну не новый старый дом просто его реновирует вот мы даем тоже дальше будем работать вот как это все сделано ну вопрос вопрос эффективно ли это саша тебе вопрос это ты у меня специалист по таким домам и ты их делал но у тебя теплые стены были а у тебя тоже потолок был до теплый ну вот интересно просто как вы думаете насчет этого все коллекторы под потолком ну черт знает а если зальет еще что-то такие системы реализуются у нас достаточно редко но уже появляются и я думаю в дальнейшем и будет все больше и больше в чем преимущество такой системы происходит нагрев или охлаждение самой поверхности то есть если речь идет о системе отопления то в принципе можно не делать радиаторную систему а можно сделать вот теплый потолок не везде есть возможность это сделать не везде есть возможность сделать теплые полы это связано с конструктивными особенностями здания или просто людям не нравится радиаторы то есть можно вот пойти по такому пути или можно сделать комбинированную систему обогрева и охлаждения в этом случае в летнее время по этим трубам циркулирует охлажденный теплоноситель ну и соответственно нужен какой-то источник холода чаще всего это чиллер водяного охлаждения или тепловой насос ну и получается сама поверхность потолка нагревается или охлаждается такие системы лучше конечно использовать только для охлаждения но принципе подойдут и для отопления кому кажется что это ересь пишите комментарии ставьте дизлайк нам интересно сколько вас хотим вас пересчитать ну а если вам понравилось это видео тоже пишите комментарии распространяйте его ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал всего доброго до свидания